Рассказ Василия Макарыча Шукшина Нечаянный выстрел Читает Павел Беседин Нога была мертвая, сразу была такой, с рождения, тонкая, искривленная, висела, как высохшая плеть, только чуть шевелилась. До поры до времени колька не придавал этому значения. Когда другие учились ходить на двух ногах, он научился на трех, и все. Костыли не мешали. Он рос вместе с другими ребятами, лазил по чешим огродам, играл в бабки. И как играл? Отставит один костыль, обопрется на него левой рукой, нацелится, бац! Полудюжины бабок, как век не было на кону. Но шли годы. Колька вырастал в красивого, крепкого парня. Костыли стали мешать. Его одногодки провожали уже девчонок из клуба, а он шагал по переулку один, поскрипывая двумя своими постылыми спутниками. Внимательные, умные глаза кольки стали задумчивыми. Соседских ребят каждый год провожали в армию. То одного, то другого, то сразу нескольких. Провожали шумно. Колька обычно стоял в сенях своего дома и смотрел в щелочку. Ему тоже хотелось в армию. Один раз отец Кольки, Андрей Воронцов, колхозный механик, застал сына за таким занятием. Хотел незаметно пройти в дом, но Колька услышал шаги. Обернулся. — Ты чего тут? — как бы мимоходом спросил отец. Колька покраснел. — Так, — сказал он, и пошел к своему верстачку. Он чинил односельчанам часы, выручился у одного заезжего человека. А время шло. И случилось то, что случается со всеми. Колька полюбил. Через дорогу от них в небольшом домике с писанными ставнями жила горластая девушка Глажка. Колька видел ее из окна каждый день. С утра до вечера носилась быстроногая Глажка по двору. То в погреб пробежит, то гусей из ограды выгоняет, то ругается с соседкой из-за свиньи, которая забралась в огород и попортила грядки. Весь день только ее и слышно по всей окраине. Однажды Колька смотрел на нее и ни с того ни с сего подумал. — Вот! Была бы только не такая красивая, жениться бы на ней, и все. И с того времени думал о Глажке каждый день. Это стало мучить. Какая-то сила поднимала его из верстачка и выводила на крыльцо. — Глажка! — кричал он девушке. — Когда замуж-то выйдешь? — Телка такая-то. — Хоть бы гульнуть на твоей свадьбе. — Не берет никто! — Коля! — отвечала словоохотливая Глажка. — Я уже давно собралась. — Ишь ты какая! — думал Колька, и у него ласково теплели задумчивые серые глаза. А над деревней синим огнем горело июльское небо. В горячих струях воздуха мерещилась сказка и радость. Воды рек опрокидывалось зори и тихо гасли. И тишина стояла ночами. И сладко, и больно сжимала грудь эта тишина. Летом Колька спал в сарайчике, одна стена которого выходила на улицу. Однажды к этой стене прислонилась парочка. Кольку ткнуло в сердце. Он сразу почему-то узнал Глажку. Хотя те за стеной долго сперва молчали. Потом он лежал и слушал их бессмысленный шепот и хихиканье. Он проклял в эту ночь свои костыли. Он плакал, уткнувшись в подушку. Он не мог больше так жить. Когда совсем рассвело, он пошел к фельдшеру на дом. Он знал его. Не один раз охотились и рыбачили вместе. Ты чего ни свет ни зря поднялся? Спросил фельдшер. Колька сел на крыльцо. Потыкал концом костыля в землю. Капсулей нету лишних. У меня все кончились. Капсулей? Надо посмотреть. Фельдшер ушел в дом и через минуту вынес горстку капсулей. На! Колька сыпал капсулю в карман. Закурил. Как-то странно, внимательно, с кривою смешкой посмотрел на фельдшера. Поднялся. Спасибо за капсулю. На здоровье. Сам бы поохотничал сейчас, вздохнул фельдшер и почесал лысину. Но отпуск только в августе. Колька вышел за ворота, остановился. Долго стоял, глядя вдоль улицы. Повернулся и пошел обратно. На капсуле-то, сказал он фельдшеру, у меня свои хоть отбавляй. Фельдшер сделал брови домиком. Что-то непонятно. Колька нахмурился. Посмотри ногу. Хочу протез попробовать. Надоело так. А-а-а. Фельдшер глянул Кольке в глаза и сам смутился. Давай ее сюда. Вместе долго рассматривали ногу. Здесь чувствуешь? Чувствую. А здесь? Ну-ка еще. Чувствую. Пошевели-ка. Еще. А теперь вбок. Подвигай, подвигай, подвигай. Так. Фельдшер выпрямился. Вообще-то я тебе так скажу. Попробуй. Я затрудняюсь сейчас точно сказать, но попробовать можно. Ее придется отнять. Вот до этих пор. Понимаешь? Понимаю. Попробуй. Сразу может, конечно, не получится. Придется поработать. Понимаешь? Колька пришел домой и стал собираться в дорогу. В город. В больницу. Матери не сказал, зачем едет. А отца вызвал на улицу и объяснил. Поеду ногу отрублю. То есть как? Андрей вытаращил глаза. Протест хочу попробовать. Через неделю кольки отпилили ногу. Осталась култышка. В 27 сантиметров. Когда рано малость поджила, он начал шевелить култышкой. Породеялом. Тренировал. Приехал отец попроведать. Долго сидел около койки. Не смотрел на обрубок. Какая-никакая все-таки была нога. Теперь вовсе никакой. Потом Колька, не заезжая домой, отправился в Энск. Домой явился через полмесяца. С какой-то длинной штукой в мешке. Мать так и ахнула. Увидев Кольку без ноги, Колька засмеялся. Развязал мешок и брякнул на пол сверкающий лаком протез. Вот нога. Наженция. Все с интересом стали разглядывать протез. А Колька стоял в сторонке и улыбался. Он уже насмотрелся на него. Дорогой. Блестит весь, Господи, сказала мать. Отец, как механик, забрал протез в руки и стал детально изучать. Добрая штука, заключил он. Не то, что у деда Кузьмы. Деревяшка. Всем очень понравился протез. Все верили. И Колька верил, что на таком-то протезе дурак пойдет. Уж очень добротно, точно, крепко, изящно он был сработан. Весь, как сверкал лаком и всяческими пристежками, винтами. Когда попробуешь? Спросил отец, взвешивая протез на руке. Подживет нога хорошенько. Попробую. Не велели торопиться. Стояла темная ночь. Далеко-далеко мерцали зорницы. Колька рано ушел в свой сарай, лег и стал ждать. Стихло во всей деревне. Колька подождал еще немного, зажег лампу и стал надевать протез. Надел, закурил, курил и смотрел на протез. Ничего себе, ноженько-то, эх, улыбнулся. Старательно погасил окурок, встал. Его шатнуло в сторону, как пьяного. Он удержался руками за спинку кровати. Постоял, шагнул здоровой ногой, а левую с протезом не мог сдвинуть. Стал падать. Опять схватился за кровать. Подтянул протезную ногу. Сердце сильно-сильно колотилось. Ничего. Придется, конечно, поработать, сказал сам себе. Еще одна попытка. Нет. Левая нога не шагала. Тогда Колька далеко шагнул правой и, что было силы, рванулся всем телом вперед, подтягивая левую. Упал. Долго лежал, вцепившись руками в землю. Левая нога не шагала. Нисколько. Даже на пол шашка. Ну ничего. Паразитка. С непривычки. Поднялся. Еще попытка. И еще. Нет. Колька устал. Перекурим это дело. Он говорил зло. Он уже не верил в успех. Но признаться в этом было страшно. Просто невозможно. Нет. Нет. Как же? Покурил и снова со стервенением стал пытаться пройти на протезе. И снова. Нет. 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 И нет. Колька матерно выругался и лег на кровать. Ему бросилось в глаза ружье, висевшее на стенке, над кроватью. Он поднялся и снова стал пробовать двигать левой ногой. Пойдешь, милая. Ну-ка. Опа. Паразитка. Тихо ругался он. Напруженная култышка горела огнем. Как сплошной нарыв. Колька отстегнул протез и стал дуть на култышку. Потом, превозмогая боль, снова пристегнул протез. А сейчас? Ну-ка, опять нет. Опять светало. Ух, гадина! Сказал Колька и лег на кровать. И закрыл глаза. Чтобы ничего не видеть, чья-то сальная, безобразная морда склонилась над ним. И улыбнулась поганым ртом. Колька открыл глаза. Ах ты, гадство! Тихо повторил он. И снял со стенки ружье. Отец узнал о несчастье на другой день. К вечеру. Он ездил в район насчет запасных частей. Ему сказали, когда он подъезжал к дому. Он развернул коня и погнал в больницу. Сейчас лучше бы не надо, пояснил приезжий доктор. Сейчас он... Отец остранил доктора и пошел в палату. Колька лежал на спине, весь забинтованный, бледный, незнакомый какой-то, как чужой. Он был совсем безнадежный на вид. В палате пахло йодом. Отец вспотел от горя. Попросил бы меня. Я бы попал куда надо, чтоб сразу уж. Голос отца подсекся. Он вытер со лба пот. Сел на табуретку рядом с кроватью. Колька скосил на него глаза. Пошевелил губами. Болит? Болит? Спросил отец. Колька прикрыл глаза. Болит. Эх. Хотел еще раз войти в палату. Но перед самой дверью остановился. Постоял и пошел из больницы. Он уже далеко отошел, потом вспомнил, что приехал сюда на лошади. Вернулся, сел на дрожки, подстегнул коня. Мать Колики лежала в постели. Захворала с горя. Как он там? Слабым голосом спросила она мужа, когда тот вошел в избу. Если помрет, тебе тоже не сдобровать. Убью. Возьму топор и зарублю. Андрей был бледный и страшный в своем отчаянии. Мать заплакала. Господи, 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 только и знаешь своего Господа. Одного ребенка не могла родить, как следует, с двумя ногами-то. Я этому твоему Господу шею сейчас сверну. Андрей снял с божницы икону Николая Угодника и трахнул ее об пол. Вот ему гад такой. Андрюша, Господи, это из-за глажки он. Полюбилась она ему, змея подколодная. Был парень, как парень, а тут, как иглу съел. Андрей некоторое время тупо смотрел на жену. Какую глажку? Какую глажку? Одна у нас глажка. Андрей повернулся и побежал к глажке. Дядя Андрей, миленький. Да неужели из-за меня это он? А что делать теперь? Он поправится. Андрей шаркнул ладонью по щеке. Если бы ему сказать, хе-е-е, он бы поправился. Из-за такого, мол, пойду. Врач говорит, сам захочет, если... Совремум, а? Она глажка заплакала. Не могу я. Мне его до смерти самой жалко. А не могу. Другому сказала уж. Андрей поднялся. Ты только не реви. Моду взяли. Чуть чего так реветь сразу. Не можешь, значит, не можешь. Чего плакать-то? Не говори никому, что я был у тебя. Андрей снова пошел в больницу. Колька лежал в том же положении. Смотрел в потолок. Вытянув вдоль тела руки. Был сейчас дома. Андрей погладил жесткой ладонью тугой сгиб колена. Поправил голенище сапога. Глажки зашел по пути. Колька повел на отца удивленные глаза. Плачет она. Что же, говорит он, дурак такой, не сказал мне ничего. Я бы, говорит, с радостью пошла за него. Колька слабо зарумянился в скулах. Закрыл глаза и больше не открывал их. Отец сидел и ждал. Долго ждал. Не понимал, почему сын не хочет слушать. Сынок, позвал он. Не надо. Одними губами, сказал Колька. Глаз не открыл. Не ври, тятя. А то и так стыдно. Андрей поднялся и пошел из палаты. Сгорбившись. Недалеко от больницы повстречал Глажку. Та бежала ему навстречу. Скажу я ему, дядя Андрей, пусть. Скажу, что согласная. Пусть поправляются. Не надо, сказал Андрей. Хмуро посмотрел себе под ноги. Он так поправится. Врать будем хуже. Колька поправился. Через пару недель он уже сидел в кровати и ковырялся пинцетом в часах. Сосед по палате попросил посмотреть. В окна палаты в упор било яркое солнце. Августовский полдень вызванивал за окнами светлую тихую музыку жизни. Пахло мятой и крашеной жестью. До горяча нагретой солнцем. В больничном дворе то и дело горланил одуревший от жары петух. Не зря он так орет, сказал кто-то. Курица ему изменила. Я сам видел. Подошел красный петух, взял ее под крылышко и увел. А этот куда смотрел, который орет сейчас? Этот? Он в командировке был, в соседнем ограде. Колька тихонько хохотал, уткнувшись в подушку. Когда его кто-нибудь спрашивал, как это с ним получилось, Колька густо краснел и отвечал неохотно. Нечаянно! И склонялся к часам. Отец каждый день приходил в больницу. Подолгу сидел на табуретке около кровати. Смотрел, как сын ковыряется в часах. «Как там дома?» – спросил Колька. «Ничего, в порядке. Потеряешь-то колесико-то». Отец с трудом ловил на одеяле крошечное колесико и подавал сыну. «Это маятник называется». «Да чего же махонька это?» «Как только ухитряются делать такие?» «Делают. На заводе все делают. Меня, например, хоть убей, ни в жизни не сделал бы такое». Колька улыбался. «То ты. А там умеют». Андрей тоже улыбался. Гладил ладонью колено и говорил. «Да, там, конечно, там умеют. Там все умеют». «То ты. А там умеют.» «То ты. А там умеют.» «О43 – 자, там умеет. То ты. А это темнота. «Боймается».» «Н «Да тут».»